Как всегда в воскресенье вас ожидает свежий выпуск новостей ММОРПГ за неделю. Сегодня поговорим про закрытие глобальной версии Аркейдж и почему это может быть хорошо для нас. Новую кроссплатформенную ММОРПГ с нюансами, релиз которой запланирован на мае, проблемы второй альфы ПАКСД и вызванные кроликами и многим другом. Не забываем подписываться на канал, напоминаю на текущем этапе это лучший способ поддержать его развитие. Также по ссылке в описании или по коду на экране рекомендую подписаться на мой телеграм, так вы будете в курсе происходящего на Гоха Медиа и в жанре ММОРПГ. Меня зовут Мадлер, это портал Гоха Руи, мы начинаем. Анонсировано следующее расширение EVE Online Equinox, в котором появятся новые структуры консорциума Апвел, включая футуристический космический лифт, новые ресурсы и многое другое. Выходящее 11 июня обновление призвано дать игрокам еще больше власти в руки, особенно в том, как корпорации используют ресурсы нульсекового пространства. После того, как в игре появились новые предложения, консорцию Апвел, внутриигровая фракция, специализирующаяся на межзвездных структурах, которые могут строить капсулеры, объявила о появлении трех новых структур. Эти новые структуры призваны обеспечить еще более глубокую добычу ресурсов там, где многие игроки борются за контроль над новым Эдемом и его огромным количеством ресурсов. Также в игре появится штаб владения, 4 новых корабля, обновление для инструмента окраска S, улучшение пользовательского интерфейса и многое другое. Не все новинки приносят положительные отзывы, как выяснила компания Blizzard, представив в World of Warcraft режим игры «Пиратская буря». В недавнем интервью исполнительный продюсер World of Warcraft Хори Лонгдейл объяснила, что это было вполне ожидаемо, поскольку большинство новых PvP и некоторые старые режимы PvP получают плохие отзывы от ветеранов и новых игроков. Игровой режим «Пиратская буря» привнес в WoW новую нотку, которая еще не была у заядлых PvP-шеров. В Battle Royale вам предстоит отправиться в совершенно новую зону, чтобы уничтожить противников и собрать по пути сундуки и награды. Высадка, попытка собрать мощное заклинание и даже попытка устранить другого игрока, который высадился рядом с вами, показались большинству игроков скучным занятием. Тем не менее, разработчики не собираются отказываться от подобных нововведений, на чем можно судить по грядущему игровому режиму Mists of Pandaria Remix. Издатель-разработчик Astrum Entertainment объявил о старте весеннего обновления в MMORPG Allode Online, с которым игроки погрузятся в продолжение сюжетной линии на Джигране и узнают, что произойдет после победы над загадочным ловцом искр, обитающим под городом. Также игрокам стали доступны новые косметические награды и были внесены изменения в класс Хромовника, который получил новые вехи развития для аспектов защиты и нападения. Позже в этом году появится переработанный класс Некромант, будут добавлены различные предметы для повышения комфорта игры на подписочных серверах и доработаны карты Доминиона. В свежем обновлении MMORPG Black Desert в игру добавили семейные жизненные навыки, которые теперь позволяют каждому персонажу в семье получать преимущества, а также снижают уровень гринда. Уровни жизненных навыков, которые раньше основывались на персонажах, теперь основаны на семье. Благодаря этому обновлению каждый персонаж в семье сможет пользоваться эффектами и преимуществами, предоставляемыми каждым жизненным навыком, что также сделает выполнение определенных квестов намного более удобным. Эта интеграция была осуществлена путем добавления опыта каждого жизненного навыка, вместо объединения до самых высоких уровней, достигнутых в семье, что существенно повысило уровень каждого жизненного навыка для большинства искателей приключений. Однако есть много искателей приключений, которые уже достигли 50-го уровня гуру. Чтобы сохранить опыт и усилия, разработчики решили расширить уровень гуру. Хотя это не дает дополнительных эффектов или преимуществ, разработчики готовят способы вознаградить игроков призами, основанными на чести. Студия Джиндисофт отмечает первую годовщину своей многострадальной кроссплатформенной ММА-РПГ Mad World Age of Darkness. За прошедшиеся дня релиза время с игрой случилось много не самых радостных событий, но главное, она по-прежнему доступна и даже вышла в Steam. В честь праздника в игре с 24 апреля по 31 мая пройдут тематические ивенты. В этот же день произошло большое слияние всех серверов в один, вильфигор. Также в игру добавили 5 подземелий высокого уровня и новые уровни сложности. Ну а для всех новичков и вернувшихся игроков разработчики подготовили отдельный сюрприз. Все владельцы хрустальных и золотых наборов основателей уже давно играют на европейском сервере ММА-РПГ песочницы Альбион Онлайн. Владельцы серебряных наборов стартовали 26 апреля, а бронзовые собираются врываться 28 числа. Вполне вероятно, когда вы смотрите это видео, уже все счастливые обладатели НРД получили доступ к новому Реалму. Для всех игроков, напомню, европейский сервер станет доступен уже 29 апреля. Кроме того, на Твиче стартовала кампания по раздаче маунта Белая Альпака. Ее вы получите за просмотры стримов по игре с активированным твич-дропсом. Ну а если эта альпака у вас уже есть, вы сможете обменять ее на жетоны сообщества. Если же вам нужно больше подробностей про европейский сервер Альбион Онлайн, по ссылке в правом верхнем вы найдете подсказку на замечательный подкаст по этому поводу. В Lineage 2 Essence 24 апреля появились уникальные серверы Project EVA. Это комплекс серверов с уникальными механиками и ограниченной монетизацией. Все предметы в игровых мирах типа EVA могут быть добыты через игровой контент, например, в сражениях с боссами, или куплены за Адену, монеты, которые добываются во время охоты на монстров. Все, что можно купить за реальные деньги в мирах EVA, это наборы с золотом, эл-монеты и EVA Pass. EVA Pass, в свою очередь, это наборы с базовыми расходниками. Их можно приобрести не более пяти штук на аккаунт в месяц. Набор не является обязательным для входа на серверы, но делает прокачку более комфортной. Мгновенно же усилить персонажа с помощью реальных денег не получится. Специально для версии, доступной на 4Game, разработчики игры внесли изменения во внутриигровой магазин, а также установили лимиты на изготовление снаряжения. В EVA мирах также нет систем энергии сайхи, коллекции и татуировок. Это позволяет игроку сконцентрироваться на битвах с боссами, PvP и другом контенте. При этом Project EVA сохраняет все плюсы Essence, комфортную прокачку, автоохоту, массовые PvP и PvE активности. Всего запущено два сервера, EVA 1 и EVA 2. Выбрать один из них можно в лаунчере 4Game. Разработчики MMORPGD Queenfall из студии Varag Technology опубликовали свежее геймплейное видео, в котором показали процесс перевозки груза с помощью каравана. За пять минут нам продемонстрировали весь процесс, начиная от выбора маршрута и найма бьючного животного, заканчивая путешествием и прибытием в точку назначения. Таким образом можно увидеть различные локации биомы в игре и оценить анимации и элементы дизайна. Конечно же на караван можно напасть и ограбить его. Даты релиза Текуинфол пока нет, но скоро пройдет первое альфа-тестирование без запрета на публикацию информации об игре. Альфа-версия PAX Day уже запущена, и на серверах возникли некоторые проблемы и раздражающие баги, влияющие на впечатление от игры. Компания Mainframe взяла это все на контроль, при этом разработчики объяснили, что в проблемах частично виноваты кролики. Mainframe столкнулась с несколькими техническими проблемами, которые заставили команду потрудиться, в том числе над тем, как тест нагружал технологический стэк непредвиденным образом. По словам команды, в США и Европе работает около 150 виртуальных серверов. Один из регионов, похоже, пострадал больше других, и после долгих поисков команда обнаружила, что проблема связана с одной базой данных. Эта база данных, к сожалению, продолжала зависать и испытывала гораздо большую нагрузку, чем следовало. Хотя вскоре разработчикам удалось восстановить производительность и уровень игроков, это был еще не конец. Потребление памяти на серверах нескольких зон приводило к снижению производительности у тех, кто был подключен к определенным узлам. Когда же разработчики провели расследование, оказалось, что всему виной кролики. Потому что кролики были повсюду. Это была большая ошибка в распределении ресурсов. Каждый кролик считается полноценным существом при подсчете NPC на сервере. А когда количество игроков доводят серверы до предела, NPC нужно держать под контролем, поскольку они конкурируют за одни и те же ресурсы процессора сервера для таких вещей, как обнаружение столкновений и поиск пути. Короче, кроликов пришлось уничтожить, при этом перезагружая целые зоны. Не стоит недооценивать кроликов. А мейнфрейм — респект за откровенность. Относительно недавно корейский гигант Netmarble начал делиться подробностями предстоящей новой кроссплатформенной MMORPG под названием Raven 2. Игрокам предложат активности на сотни и тысячи человек, PvE и PvP в открытом мире и в подземельях на движке Unreal Engine 4. При этом игра обещает стать доступной в самое ближайшее время, уже в конце мая этого года. Правда, пока исключательно в Южной Корее. Это, к слову, не единственный нюанс, связанный с этой MMORPG. Более подробно со всеми нюансами для вас разобрались в новом видео. Вот вам на него подсказка, если пропустили. Грустные новости на днях пришли от разработчика ArcheAge. Серверы ArcheAge в Северной Америке и Европе будут закрыты. Они просуществуют до 27 июня 2024 года, после чего их закроют окончательно. Возможность приобретать предметы во внутриигровом магазине уже отключена. Патч от 25 апреля 2024 года стал последним. При этом перенести своего персонажа и аккаунт в другой регион будет невозможно. Все персонажи и данные об игре будут удалены безвозвратно. Упомянули и российский сервер. Похоже, что ресурсы, которые разработчики тратили на обслуживание серверов Северной Америки и Европы будут перенаправлены на Корею и Россию. Таким образом, получается, что это может благоприятно отразиться на качестве контента в ру-версии. Как говорится, нет худа без добра. И это все новости ММО и РПГ на неделю. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, наставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Мадлер, это портал Гохару. Еще услышимся.